Гражданин Соединённых Штатов Америки Энтони в Казахстане впервые. Выбор пал на самый большой город – Алматы. Парень признаётся, что перед тем, как приехать сюда, долго изучал местные традиции, достопримечательности и буквально влюбился в мегаполис. Первым делом поднялся на Шимбулак и Медео. Здесь он впервые встал на коньки. Я до этого был во многих странах, но природа Казахстана особенная, а люди очень добрые и приветливые. Здесь есть всё, что хотят увидеть заядлые путешественники. К тому же это очень доступно и недорого. Экотуризм – наиболее востребованный вид внутреннего туризма. Путёвки на Чарын, Алаколь, Боровое пользуются огромным спросом как у иностранцев, так и у наших граждан. Алматинцы и гости города чаще всего посещают или Алатаусский национальный парк, или горнолыжный курорт Шимбулак. Эти места рассчитаны на 7 тысяч отдыхающих. Однако в 2014 году эти курортные зоны посещало более 7,5 тысяч человек ежедневно. А в прошлом году эта цифра увеличилась до 10 тысяч в день. Казахстанская туристическая ассоциация провела несколько исследований по развитию внутреннего туристического бизнеса. Вывод – корректировка курса валют дала толчок к развитию отечественного турбизнеса. В результате проведенного также анализа, который мы делаем через анкетирование наших членов ассоциации и опроса национальных парков, что 2015 год даёт стабильный рост иногда процентов на 70-80, некоторые дают нам стопроцентное увеличение посещений как иностранными туристами, так и казахстанскими. Кроме иностранных гостей, сами казахстанцы теперь тоже предпочитают отдыхать дома. Здесь есть все леса, горы, каньоны. При этом цены в разы ниже, нежели ехать на зарубежные курорты. В ближайшие пять лет в Уматинской области планируют построить ещё несколько новых объектов туризма. Курорты будут соответствовать всем критериям международных стандартов. Это поможет расширить географию внутренних туристических маршрутов и вдвое увеличить поток гостей из-за рубежа. На сегодня количество заграничных гостей увеличилось на 20%.